Вот запись пошла, я тебя приветствую, дорогой Максим. Я получил твое письмо, что ты хочешь мне предложить какой-то интересный, перспективный вариант расширения нашей школы Человек будущего Homo Futurus. Ну, вначале ты написал, я знаю еще, как сделать приложение в телефоне. А я тебе сказал, мы уже делаем приложение в телефоне, потому что идея у тебя прекрасная, но надо понять, как это делать, потому что это много сложностей. Ты сказал, я вам напишу, как это делать. Это очень приятно. Я вижу в тебе такое рациональное и благородное отношение, и поэтому, естественно, я хочу дружить. Поэтому ты расскажи в двух словах, кто ты такой, чем ты занимаешься и как ты собираешься расширить нашу школу. Спасибо большое, что даете мне возможность сказать. Меня зовут Максим. Это просто название, просто ярлычок. Еще один из моих ярлыков – это тренер эмоциональной саморегуляции, преподаватель практики осознанности. Я очень много времени посвятил изучению эмоций, в том числе эмпирическим путем. Не просто читал про это книжки, да, у меня в какой-то момент возникла задача понять, почему я действую так, а не иначе. И было много трудностей в течение жизни, которые меня заставили и побудили вот в эту тему вникнуть, да. То есть я выучился, тренировался. И однажды я познакомился с вами. К слову, Хасай Магомедович, я хотел вам рассказать эту историю, это очень интересно. Сейчас это было так все. Программа звучала. Однажды я сам наткнулся на метод ключ, но даже не знал, что это такое. У меня был тренер по тайчи, вы наверняка знаете, да, Тэйдзи Цюань. И он мне дал задание делать упражнение костерок. Ну, это когда ты стоишь ногами, упершись в пол, да, и, ну, как бы, воображаешь, что твои ноги – это такие в хламе костра, а позвоночник – это дымок, который идет. Вот я долго-долго это делал, и в какой-то момент я понял, что я попадаю в какое-то вообще, в какое-то другое измерение. Я не мог остановиться. У меня было столько инсайтов, столько фантазий. Это буквально… Да. И потом, когда я наткнулся на ваш канал, на ваш контент, да, и все это от вас узнал, да, я вспомнил про это. Действительно, я практически открыл, ну, как были же такие люди, которые параллельно с теми, кто был первым, открывали это. Ну, конечно же, описали это все вы, и я буквально за три месяца после того, как узнал о вашем методе, попробовал абсолютно все, все, что только можно. Я это там… Как говорится, все пазлы сложились. Да, 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 вы даже не представляете, это было просто Эврика внутри Эврики, постоянно, постоянно, постоянно. Я, ну, вот в каком-то, знаете, таком состоянии, в каком-то состоянии, как будто я получаю какую-то информацию, откуда-то вот, знаете, как эзотерики говорят. Я сразу хочу сказать всем нашим слушателям сейчас, что Максим – это тот человек, у которого… Сколько у тебя подписчиков там на Телеграме? Ну, в ТикТоке 200 тысяч. 200 тысяч. То есть его смотрят, его слушают, значит, он что-то там такое говорит, что людям интересно и полезно. Так, ну, сделай нам 5 миллионов участников школы «Человек будущего» Homo Futurus, потому что моя задача – сократить кризисы и войны на планете и умячить количество необходимостей и потребностей в лекарствах, чтобы человек был здоровый, чтобы люди понимали, любили друг друга. Ну, хорошая у меня задача. И там у нас очень много хороших участников. Но YouTube-канал вот такой вот под давлением находится, и ты мне предлагаешь сейчас что? Да, Хасай Магомедович, я предлагаю вам диверсифицировать ваш, скажем, контент в разные площадки, которые, скажем, если завтра YouTube столкнется с какими-то ограничениями, ваши подписчики, ваша аудитория, она обязательно вас найдет, и, то есть, не будет проблем с тем, чтобы найти Хасай Алиева, понимаете, да? То есть это очень важно. У меня так называется в Телеграме канал «Метод ключ» Хасай Алиева. Ну, там группа, которая там есть, она так и есть, в численности не растет, хотя то, что я там даю простое, эффективное, быстродействующее, чтобы человек сам себя быстро регулировал и так далее, нуждается в том, чтобы это миллионы смотрели, потому что это людям сегодня крайне необходимо, чтобы сохранить себя и быть творцами. Ну, как это сделать? Потому что канал-то у меня есть. Хасай Магомедович, а вы знаете, как... Ну, что не увеличивается? Вот почему? Вот теперь скажи. Смотрите, знаете, когда я освоил метод «Ключ», ну, я считаю, что я его освоил. Я, конечно, не мастер, не мэтр, как вы, но, тем не менее, те результаты, которые получил я, в очень быстрый период... Ну, я был, в принципе, натренирован в практике осознанности и другие какие-то методики, поэтому мне это очень быстро и легко давалось, я быстро ухватывал логику, я тем более всегда интересовался нейробиологией, физиологией, мне всегда было интересно, как это все работает. Вот этот весь описательный момент, ну, скажем, ускорял процесс освоения вот этого всего. И когда я это освоил и начал делиться это с определенной частью своей аудитории, а знаете, с чем я столкнулся? Вы удивитесь, наверняка вы тоже с этим сталкивались, но, возможно, просто не акцентировали внимание. Людям кажется, что такая простая вещь не способна решить такие большие задачи. Ну, да, да, это понятно, это понятно, да. Им кажется, что должно быть что-то такое изощренное, что-то такое необыкновенное. Да, они ответы все носят в себе, и как раз-таки я учу тому, чтобы они слышали себя. Все ответы в тебе. Конечно, конечно, только когда стучатся до себя, если тебя постоянно учат совершенно шаблонному мышлению, если тебя постоянно учат подражать кому-то, подвергаться каким-то комплексам, авторитетам и так далее. Верить не в себя, не в свои функциональные возможности и творческие качества, а верить кому-то, кто более уверен и так далее, особенно в условиях страха, неопределенности. Кто говорит увереннее, значит, типа знает, что он говорит. Да, ну, это же психология. Это понимаю, поэтому мне много лет приходится объяснять. А некоторые понимают, они говорят, что как раз-таки гениальное просто. Просто, чтобы до этой простоты достучаться, мне уже много лет ушло на это. Но я уже даю готовое, и поэтому кажется, что это просто. Но есть люди, которые понимают, я им очень благодарен. У нас в школе очень много умных людей, мудрых людей. И девочки, и мальчики, и мужчины, и женщины. Очень много умных людей. Я хочу их увеличить по количеству, чтобы сократились кризисы и войны. Потому что если мы все вместе будем решать этот вопрос, так мы его решим. Потому что я, например, знаю, как это сделать. Просто мне нужно, чтобы было больше людей. Давай, говори. Как это? Пусть пруда не вынесли, пусть пруда. Их так научили. Совершенно верно. Это касается совершенно другого аспекта жизни. Потому что если знаешь, как ловить, ты без труда поймаешь. Да. Это же другой аспект жизни. Мы все пытаемся решить сознательными усилиями, нашим умом. Это часто абсолютно бесполезное напряжение. Абсолютно ничего не решающее. Да, мы через ум что-то интерпретируем, получаем, ну, скажем, вербализируем то, что нам приходит. Но это вот та небольшая часть, которой мы и должны ограничиться. Мы возлагаем на нашу вот это вот радио. Максим, извини, я тебя перебил на секунду. Я думаю, как хорошо, что ты мне позвонил, потому что я как раз-таки сегодня собирался выдать ролик, где за пять секунд снимают стресс. Дать эту методику. И сейчас я думаю, как хорошо, что ты позвонил, потому что при том количестве участников нашей школы, 184 тысячи на Ютубе, да. Это на самом деле, если мы сейчас увеличим количество участников, эту методику за пять минут снимать стресс получат миллионы. И тогда она не станет методикой манипуляции. То есть, чем больше людей знают, как они устроены, как можно снимать стресс так быстро, буквально за пять секунд, ими манипулировать не будут. А вот когда узнают только 184 тысячи, найдутся те, которые вот у меня брали там гипнотизеры какие-то, там зарабатывают на этом, что они берут из метода ключ приема. Мне сам сказал один гипнотизер, который много-много сотен тысяч зарабатывает. Я, говорит, ваши приемы использую, чтобы гипнотизировать людей, которые трудно гипнозу поддаются. Я говорю, ты мне это говоришь, и тебе не стыдно? Я же это даю не для того, чтобы кого-то, кем-то кто-то гипнотизировал, а для того, чтобы человек сам мог регулировать свое состояние. Поэтому я еще раз повторяю, я так счастлив, что ты мне позвонил именно в момент обнародования методики, как за пять секунд снимать стресс в любое время, в любом месте, в любом положении тела. Это очень важно. Хоть во время ходьбы, хоть во время езды, хоть во время бега за пять секунд, чтобы снимать стресс. Это очень важно. И очень хорошо, что ты мне позвонил со своим предложением. Потому что давай мы сначала расширим аудиторию. А как ты думаешь, мы расширим? За один день сможем? А то люди ждут же методику. Смотрите, вы уже заложили такое зерно, да? То есть вы буквально посадили в землю, полили, удобрили, да? Есть в разных восточных культурах такие, ну скажем, метафоры, да? Ты посадил зерно, оно может долго входить. Да, поливая его через какое-то время, ты заметишь, как оно начинает просто расти визуально сумасшедшими темпами, да? Да, в начале это все не видно. 184 тысячи, там, о нас мало знает. Но в какой-то момент, когда зерно прорывается, и солнце светит на него, оно растет. И это приятно смотреть. Вот сейчас, возможно, тот момент и наступил. Ну, как мне кажется, потому что время пришло, и контекст... С энергетикой получается очень хорошо. Да, да, да. Ну, да, да, давай, вот мне уже звонят, видишь, что... Давай мы так сделаем сейчас, мы сейчас так сделаем, что я должен уже уйти на звонки, потому что там звонят разные люди. Ты извини, пожалуйста, у меня... А все нормально. ...такая жизнь. Вот я тебе очень благодарен, это раз. Во-вторых, я готов с тобой дружить и сотрудничать, ты очень обаятельный человек. Я это чувствую, у меня большой опыт общения. В-третьих, давай предложение для всех, потому что все ждут, как за 5 секунд снимать быстро стресс. 5 секунд. Поэтому давай предложение, чтобы мы быстро расширили количество участников школы, чтобы не появлялись такие люди, которые этой методикой будут потом манипулировать других. Окей, друзья, смотрите, моя... Это не скажу, что это моя личная разработка, я это подсмотрел, но тем не менее, я это интегрировал в метод ключ, да, и это очень круто работает, прям буквально очень быстро, да. По сути, все приемы метода ключ призваны нас войти в такое некое альфа-состояние, ну, тот ритм работы мозга, в котором мы не обусловлены просто нашим, скажем, ментальной работой нашего ума. Да, ум может работать, он будет что-то там воспроизводить, но, как говорит Хосай Магомедович, это не будет сопровождаться эмоциональным откликом. Я предлагаю простое упражнение, прям реально до более простое. То есть мы садимся, стоим или лежим как нам угодно, скрытыми глазами и просто представляем, да, вот мы смотрим куда-то вперед, в пустоту, и в этот самый момент мы представляем, что наши глаза находятся не там, где они сейчас находятся, а за затылком. Просто попробуйте. На это потребуется вот буквально 5 секунд. Ощутите, что ваши глаза видят все то, что видите вы сейчас, но только через ваш затылок. На это потребуется действительно буквально 5 секунд. То есть вы смотрите, куда бы вы ни смотрели, через свой затылок. Достаточно просто провизуализировать этот опыт, и 5-10 секунд, и вы войдете в это альфа-состояние. На самом деле есть еще другие приемы, но это один из самых простых, вы можете его использовать прямо на ходу, я иногда гуляю, делаю это, да, то есть мне достаточно просто вспомнить о том, что мои глаза находятся здесь, и ключ заработался. Просто попробуйте. Напишите потом в комментарии, получилось у вас или нет. Если какие-то вопросы, я обязательно... Максим, спасибо тебе за твое предложение. Мы от тебя ждем расширения нашего числа слушателей нашей Школы Человек Будущего, потому что чем быстрее мы расширим это число слушателей, тем быстрее мы добьемся. Потому что вместе мы сила сокращения кризисов и войн на планете и потребностей лекарств. Я еще раз это повторяю. В этом суть. Не только в отдельных приемах. Я знаю, как это сделать, и поэтому давай, давай, объединять силы. И пожалуйста, что сказал Максим, пожалуйста, напишите комменты, попробуйте этот прием, который он предложил. Мы же все создатели, изобретатели, творцы. Пожалуйста, пожалуйста, давайте. Делитесь своими приемами, делитесь своими приемами в комментариях. Мы хотим тоже получить от вас также опыт. Да, но все-таки скажи, как ты хочешь расширить нашу Школу? Как я хочу расширить Школу? Да. Ну, мы с вами до этого обсуждали, и я бы хотел сделать дополнительный источник трафика, контента. Да, это телеграм-канал, в который будут попадать люди, которые не знакомы еще с вашим методом. Отлично, отлично, да, да, все, все. Это я для, как говорится, обобщения. Спасибо, обнимаю. Друзья, до связи. Скоро получите прием, который я обещал. Пять секунд для снятия стресса в любых условиях, в любом положении тела, в движении, не в движении. Ну, сейчас мы с Максимом объяснились, почему и как нужно сделать предварительный шаг. Давай, Максим, дерзай. До встречи. Все, Хажем Ильич, хорошо, спасибо вам.